Военное образование вновь возрождают в нашем регионе. Впервые за много лет для студентов Тамбова заработала военная кафедра. Она уже открылась на базе Государственного университета имени Державина. Теперь получить опыт солдата можно не отрываясь от учебы. Олег Рожков о работе единственной военной кафедры города. Уже сегодня, придя на открытие военной кафедры в ТГУ, ребята могут оценить военный потенциал нашей области и узнать, например, характеристики того или иного оружия. Автомата Калашникова или снайперской винтовки. Вот и Паша Спиридонов, увидев выставку вооружения, не смог пройти мимо. Павел учится на историческом факультете ТГУ, но всегда мечтал стать настоящим военным и продолжить дело своего отца. Студент считает, появление такой кафедры поможет ему совместить, так скажем, приятное с полезным. Я хочу поступать на военную кафедру по многим причинам. Во-первых, я закончил Тамбовский кадетский корпус в прошлом году. И в дальнейшем я хотел бы связать свою жизнь именно с армией. И когда есть такая возможность одновременно и учиться, и как-то обучаться в военном действии, я хотел бы это совмещать, не отрываясь от учебы. Просто хочу быть верен своему отечеству, так как я патриот. Глава региона Александр Никитин посетил открытие первой на сегодняшний день военной кафедры Тамбова. Губернатор уверен, кафедра поднимет престиж не только студентов и вуза, но и всей области. Да и сам Александр Валерьевич, оказывается, тоже мечтал когда-то носить погоны. Я вообще, собственно, мечтал поступить, первое было желание поступить в военное училище, потом и в военно-медицинскую академию, но жизнь по-другому распорядилась. Поэтому рад за жителей Тамбовской области, за все, кто приедет, будет поступать в Державенский университет. Ежегодный набор на военную кафедру составит более ста человек. Поступив, ребята смогут за год и два месяца отучиться на старшего стрелка или за полтора года овладеть специальностью командира мотострелкового отделения. Для этого в ТГУ есть все необходимое оборудование, снаряжение и площадки. В завершение обучения студенты отправятся на месячные сборы в военную часть, после чего получат военный билет. Олег Рожков, Олег Осипов, Анна Мусатова. Область новостей.